добрый день уважаемые друзья москвичи граждане с вами депутаты московской городской думы дмитрий локтев и евгений ступин и сегодня мы запускаем наш экспериментальный стрим на котором будем рассказывать вам про последние новости нашего города и это абсолютно не те новости которые вы слышите с экранов кремлевских помоек соловьева и киселева в течение эфира вы можете скидывать свои вопросы и мы обязательно на них ответим в конце для чего мы это делаем да потому что мы хотим сделать наш город и нашу страну лучше но пожалуйста уважаемые зрители будьте к нам снисходительны это наш первый стрим поэтому могут возникнуть технические неполадки ну что погнали евгений да друзья последнее время мы стали свидетелями того как на на политических деятелей в том числе на коммунистов резко усилилось давление со стороны властей мы видели как на депутата бондаренко как это наверное самый заметный самый медийность на сегодня политические дети левых взглядов в стране и вот на него возбудили административное дело его задержали доставили в полицию осудили на 20 тысяч рублей но это понятно не ключевое это вот эта административка она является шагом первым шагом к уголовной статье 212.1 так называемая дадинская статья которая сама по себе будет влечь невозможность его участия выборов в госдуму напомню он объявил об этом и возникла такая вероятность того что он будет выбираться вместе с председателем госдумы володиным но володин формально третье лицо в стране и мы видим что там два дня и соответственно прилетела вот эта ответочка сначала административка а потом единороссы местные вообще объявили о том что раз николай бондаренко депутат без зарплаты без зарплаты я это подчеркиваю на на общественных началах работающий и они его обвинили в том что он с ютуба имеет какой-то заработок свой и соответственно он коррупционер значит его нужно лишить мандата и возбудить уголовное дело так решила их комиссия по контролю за доходами депутатов и отправила соответствующие вот это в прокуратуру бумагу наверное эта комиссия состоит прямиком из единороссов раз они принимают такие решения действительно депутат николай бондаренко который известен я думаю многим в этой стране пользуется огромной поддержкой и саратовцев и вообще граждан потому что он рассказывает что из себя представляет партия единая россия исполнительная власть нашей стране наша фракция коммунистической партии российской федерации в москве в московской городской думе и депутаты коммунисты провели акцию поддержку николая пожалуйста несколько фотографий да мы видим что поддержка у николая на самом деле она очень широкая она по всей стране мы знаем это со стримов с его у него youtube канал больше 1 миллиона подписчиков и власть очевидно в нем увидела угрозу соответственно вот и начались такие вот вещи соответственно неприятные но помимо того что они пытаются репрессировать и либералов и скажем людей левых взглядов да на наиболее популярных они продвигают своих кандидатов вот мы стали свидетелями сами как притащили в нос гурдумы метельского главу московских единороссов который своровал именно своровал законопроект кпрф о детях войны о надбавках тем кто ребенком был соответственно в годы войны этот законопроект партия кпрф ракция надо уже наверно лет десять продвигая через московскую думу все время были отказы только в прошлом году отдельным постановлением там как-то вот это кита надбавки протащили но закона не было и вот сейчас они говорят давайте мы закон до этого нам говорили это популизм щенка да нет мы мы с мы сами готовы этот закон принять посмотрим что это получилось и из прихода метельского нам доверяют люди и москвичи в отличие от вас и мы не призываем никаким изменением в стране переворотом и все остальное вот это ереси которую нам сейчас рассказывать от имени всех москвичей это не диалог это политическая реклама отдельному лицу который собирается идти в госдуму поэтому ему здесь не место вы правильно сделаете делайте что уходите я выбираю его и я в этом не виновата ведь я не вижу других кандидатов наш дорогой любимый андрей николаевич метельский любитель австрийской недвижимости и скоростных мотоциклов хочет опять получить вашу поддержку дорогие москвичи на выборах государственную думу я надеюсь что вы этой поддержки ему не окажете спасибо что вы остаетесь с нами с вами депутаты московской городской думы дмитрий локтев и евгений ступин и вы сейчас только что посмотрели видео где глава единой россии города москвы андрей метельский пытался попиариться на законопроекты дети войны но тем не менее для кого не секрет что законодательные органы в нашей стране выполняют принципе фиктивные функции у них забрано огромное количество полномочий и очередные полномочия у московской городской думы хотят забрать буквально вот ближайшие среды на ближайшем пленарном заседании один из самых опытных депутатов нашей фракции елена анатольевна шувалова согласилась дать там комментарий в котором она и расскажет что планируют сделать власти москвы и что же вы думаете что же вы думаете предлагают господа те в чьих руках власть а власть сейчас мосгордуме в руках единой россии их большинство они предлагают убрать из полномочий депутатов утверждение программ социально-экономического развития города москвы это будут делать не представители народа а какие-то функционеры из исполнительной власти разве будут люди довольны разве будут довольны теми социально-экономическими программами которые утверждаются в интересах строительных и транспортных олигархов да конечно не будут если вы среду очередную функцию отберете у представительной власти то потом не удивляйтесь что люди выходят на улице друзья к нам присоединяется депутат московской городской думы елена янчук да друзья здравствуйте вот сейчас посмотрели ролик с комментариями елена анатольевна шуваловой совершенно ненормальная ситуация единая россия в очередной раз решил решила лишить себя полномочий в московской городской думе ну видимо по просьбе мэра москвы сергей семёнович собянина если ты им самим в голову пришло то мне вообще непонятно зачем тогда единая россия в думу избирается если работать не хочет вот например все таки наиболее наверно яркая ситуация что теперь например дума не будет утверждать программы социально-экономического развития города москвы но с программами стратегиями москвы вообще нас большие проблемы у нас фактически их нету хотя законодательство регламентирует их принятие но получается теперь он и через думу проходить не будет а потом несколько репрессивного свойства для думы внутренние там акты принимают связанные например с тем что мы больше не будем утверждать смету московской городской думы то есть глава пород аппарата московской городской думы сверстает смету исходя из того как он считает нужным и депутатам этого даже не покажет даже раньше на самом деле были проблемы когда мы обсуждали пытались обсуждать эту самую смету думы задавали например вопросы а из каких средств выплачивается например коттеджи в которых живут депутаты от единой россии а куда пропали пресловутые бутерброды вообще будет ли кейтеринг ответ не последовал теперь даже и вопросов мы задать не сможем естественно еще рестриктивные меры связаны с тем что например помощниками не смогут стать люди у которых есть формально судимость это например возьмем нашего нашего коллегу олегу шереметьево специально видим под него это делалось чтобы не дай бог олег шереметьев не продолжал свою работу напомню его оклеветали и в общем то на мой взгляд совершенно несправедливо осудили он сейчас будет касаться подавать да друзья ну мы с вами видим что идут политические гонения политические репрессии на как системных оппозиционеров таки не системных и соответственно в этих условиях жителям нашим да ничего не остается кроме как выходить на улицу и понятно что вот прошли акции протеста в москве 23 января 31 января 2 февраля и эти акции они это хоть и там были вы лозунги да там свободу навальному но основные даже по данным левады центра основные люди которые там приходили это даже не симпатизанты на вот навального 70 процентов это люди которые просто не согласны с действующей властью с тестой политикой которую эту социально-экономической в первую очередь политикой который то вас проводит а если люди которые говорят об этом власти в парламентских стенах их всячески ущемляют выгоняют ну что делать людям естественно вот они они начинают выходить и что я просто во первых сам был вот и 23 января и 31 попытался так скажем поучаствовать в этом меня задержали посадили в автозак вместе с моим помощником у нас эти видео по моему есть да фундаментальное право люди это имеет должны иметь возможность выходить и акцентировать свои требования власти обсуждать с властью те претензии которые у них есть к тем кто содержится за счет людей за счет жителей данном случае за счет москвичей а что же делать я просто интервью давал за что за задержан скажите объясните хоть объясните то что задержан а куда мне увести 1 без действий то нет мест иди назад нет места этим сажу все так вот мне не принимают за что я задержан то объясните пожалуйста какую норму закона я нарушил объяснете пожалуйста давайте повесли за что я задержан объясните пожалуйста на каком основании вы меня припровождаете в автозак а там ребят не судьба видите небесная сила противиться этому задержанию грузите командир полка сказал вы их грузите полная она я ничего очень вызывай командира сколько народу стоит мы не можем их загрузить все я могу идти я так понимаю да я могу идти а на каком основании вы меня задерживаете на каком основании вы не даете уходить объясните пожалуйста кто позвонил а где у вас номер ничего нету выход сотрудник росгвардии у вас ни жетона нет ничего нет ни отличительных знаков а он не может объяснить что за что я задержан что я нарушил что я нарушил объясните мне это незаконное задержание если вы видели на вот этом видосики небольшом что соответственно я стоял доевал интервью никаких лозунгов там свободу навальному или что-то в том роде не выкрики и тем более вообще ничего не говорил мой помощник который стоял позади меня александр трофимов он вообще молчал стоял один а знаете что написали в рапорте сотрудники полиции он у нас сейчас в рапорте они написали что как раз таки они якобы его предупредили о том что соответственно он якобы что-то выкрикивал но несмотря на их предупреждение он продолжал выкрикивать лозунги у нас была видеозапись я как адвокат александра на суде приобщите пожалуйста видеозапись давать ее исследуем нет нет рапорт сотрудника полиции в котором на только фамилию писатель абсолютно шаблонный он для судьи абсолютный приоритет для судьи тушинского суда в котором его судили и для суде московского городского суда абсолютный приоритет перед любым объективным доказательством в том числе беспристрастной видеозаписью к сожалению сегодня такое правосудие стоит ли удивляться что из более чем двух тысяч дел которые вот по данным на 6 февраля по моему были рассмотрены в судах москвы все обвинительны все никого не оправдали в том числе даже тех кто был там за путина и просто в автозаке я немножко с ними проехал человек ругал протестующих говорил да вы революционеры чем тут делать и вот тоже по отношению него тоже составили протокол на самом деле огромное количество людей сейчас находится в заточении можно сказать вообще просто ни за что на то что они просто банально были на улицах просто вышли на улицу причем огромное количество реально случайных прохожих вот например 23 числа довольно большое количество людей привезли в увд моего округа но в частности в северное измайлово мы ходили там передавали воду еду общались с людьми совершенно не разные многие правда совершенно случайно оказались там например около матросской тишины они вообще никакой акции знать не знали и собственно никто естественно и не слушал их довода хотя там действительно натурально были люди которые там приехали на машине ну там какие-то грузоперевозки правда не знал ничего об акции так был немножечко в шоке в любом случае мы не видели никаких погромов мы не видели никаких беспорядков мы не видели вообще ничего такого на мой взгляд что могло бы быть квалифицировано как какое-то нарушение закона а если с евгением согласны люди они выходят просто ну от безысходности уже на самом деле потому что на ситуация критическая людям затыкают рты и людям не дается не дает собраться мирно ни одну акцию не согласовывать возьмем например акцию 23 февраля которая собирает собираюсь проводить кпрф а совершенно традиционная акция при этом почему-то власти и и запрещают под предлогом коронавируса хотя у нас торговый центр давно работает и не закрывались хотя нас в метро огромные толпы народа какой там дистанции санитарно не буду говорить социально потому что достаточно глупая формулировка социальная дистанция социальная дистанция нас от миллиардеров дворцами вот например поэтому ничего это конечно не соблюдается но при этом под надуманными предлогами запрещают людям совершенно легально высказать публично свое мнение ограничить политическую конкуренцию это ненормально люди выходят именно за это власть на диалог не идет репрессии дубинки аресты административки уголовки на ровном месте людей домой к ним приходит ему коллеги дмитрий барановскому северного измайла домой пришли что ему зашивают да смотрим на ужасные совершенно условия содержания в сахарова думаю что когда в том числе коллега помощник евгений оттуда наконец вернется мы сразу встретим ответ на его спросим все подробности и детали потому что конечно ситуация совершенно она кошмарная да и мы на самом деле не могли не среагировать на это поэтому подготовили ряд запросов некоторые из них сейчас наверное мы увидим в фотографии соответственно они касались прежде всего превышение должностных полномочий которые допустили сотрудники росгвардии при задержании и при обращении с задержанными в отделах полиции также в отделах полиции в спецприемниках также нас интересует по какой причине был почти повсеместно введен план крепость несколько десятков омвд это которых только нам стало известно мы перечислили в своем запросе ну и безусловно и интересует почему жетоны это возле мосгорсуда когда суд над навальным был жетоны были закрыты у сотрудников полиции почему нарушается требование их же закон они сами примет принимают закон и тут же его сами же нарушают все обращения наши депутатские отправлены на бланке мы все ответы которые получим мы вас с ними ознакомим поэтому следите дальше за нами за нашими трансляциями посмотрим небольшое видео из сахарова как там своими глазами увидите кошмарная машите всем машите вот тут толчок просто посмотрите какое-то пищевое когда я заходила там как бы человек занимался своими делами да вот смотрите все очень матрасов нет ничего нет люди тут уже так полутора суток конечно то что мы увидели это вообще в москве под москвой в двадцать первом веке совершенно немыслимо учитывая огромные суммы тратится в том числе на пенитуциарную систему наверно лучше закупить автозаки чтобы паковать туда больше людей которые ничего не совершали чем значит здесь привести все в какой-то порядок мы вообще там люди не должны были просто находиться эта вся история совершенно ненормальная там точнее наши коллеги из кпрф тоже оказались вот кроме помощника евгения там очень про тимура бушаев тоже ничего не делал просто взяли условия ужасные но есть люди которые живут в таких условиях и даже хуже годами я напомню ужасную историю которая в принципе нашумела это выселение людей действующих сотрудников завода салют из местных официального легального проживания люди живут в общежитии уже долгие годы часть из этих всего это все на самом деле три семьи четыре человека эти люди были часть из них просто приглашены из региона салютом потому что этих специалистов москве не было значит дом признали ветхим и теперь людей пытаются выселить ну просто банально на улицу то есть но сделать бомжами подробнее вот сейчас покажем ролик как это все происходит я расскажу о текущей ситуации чего удалось добиться и и вообще почему мы негодуем и чего мы должны добиться все вместе чтобы этим людям было где жить ну а что здесь проводится может нам полицию пора вызвать какого характера жильцы интересуются какого характера проводят работа жильцы указанного дома какого дома вот это где-то скале на городом где жильцы и сестры семьи эти люди вот настоящие фашисты с сентября месяца не отопление нет ни холодной воды не горячей воды туалеты замерзли куда ходить как собаки на улицу бегают по выселению к судебным присталом идите и с ними выясняйте вы за это время не могли решить этот вопрос а причем здесь мы нет подождите причем причем здесь управа объясните мне у нас нету такого полномочия дать вы являетесь чиновником я гражданин россиян вы госслужащий все граждане вы на государственной службе только почему-то вы гражданин живете в квартире а этих людей выгоняют на улице ибо что остаетесь нами уважаемые подписчики уважаемые зрители но это конечно просто нет слов после просмотра этого людей 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 выселяют и действительно у нас не просто перекос а перекосище на местах это значит все внимание властей находится в центре города а значит взбодрить исполнительную власть в районе соколиная гора они не могут при этом как я понимаю здесь происходит значит огромное количество сотрудников управы префектуры которые приехали отключать коммуникации и собственно люди на вот эти вот ночи недавние наши холодные они проводили в абсолютно в отключенном от коммуникации квартирах я надеюсь что то огласка которая в том числе благодаря вам дорогие подписчики у нас получилось поможет вот этим трем семьям обрести дом и сделать наш мир чуточку лучше елена расскажите про подробности которые интересны нашим зрителям дальше ситуация конечно плохая единственный плюс что через неделю после того как под покровом ночи как настоящие преступники службы отключили префектура управа была в курсе отключили электричество газ вообще все кого все коммуникации людям через неделю электричество все-таки подключили но естественно этого недостаточно во-первых выселение было приостановлено официально приставом на достаточно небольшой срок и уже на этой на следующей неделе уже планируется продолжение мы направляли от фракции кпрф телеграммы и прокуратуру другие органы я написала сергей семеновичу собянину а большое развернутое письмо почему именно ему потому что 2012 году он принял хорошее политическое решение о том чтобы не перекладывать вину за плохое оформление документов при заселении людей плохо оформляли это собственно предприятия или там допустим город потом дальше эти ведомства общежития перешли на баланс города и здесь естественно уже не разбираться какие там это правильный ли ордер был это служебная записка или что-то еще а решить все в интересах людей это зафиксировано в стенограмме с тогдашним вице-мэром по земельным отношениям наталья сергунина была некоторая договоренность политическая о том что людям предоставлено будет жилье действительно часть людей получила квартиры а некоторым в кавычках не повезло то есть по какой-то причине три семьи действующих работников по-прежнему живут в ветхом плесневелом доме а хотя тоже официальных документов допустим то что он признан аварийным у нас пока нет мы его запросили значит они живут но при этом рискует по-прежнему оказаться скоро на улице и мы будем настаивать на том чтобы все-таки в апелляционной инстанции которая скоро будет случаясь и калин и учитывая что люди там живут законно они не сквоттеры не что-то еще что они действующие работники что им уже предлагали соц знаем но при этом там с кем-то не заключили договор типа документ не хватило известная история а с кем-то просто предложили ну типа небольшое такое помещение с дырами фалу в потолке с плесенью человек просто проживать там опасно и невозможно плесень это у нас прям тренд видим такой строительство но дело в том что плесень это вообще на стране тренд строительства насколько мы знаем дворец ротенберг вроде даже оказалось что он везде там черная плесенью вот что не очень хорошо я думаю что все таки обращение к собянина из путину взымеют свой эффект и они соберут свою волю в кулак и расселят эти три несчастные семьи между тем я призываю всех объединяться для решения таких проблем с общежитием вокруг депутатов московской городской думы мы сделаем все чтобы помочь справедливости восторжествовать потихонечку будем переходить к районным новостям на нашем стриме на которого обязательно должны подписываться и на наш канал ставить лайки рассказывать обязательно друзьям мы будем рассказывать про новости района да эти новости локальные и возможно не всем будут они интересны но безусловно моим родным тушинским избирателям и куркинским и лужинским интересно особенно если вы выглядите в окно то вы поймете что на дворе у нас февраль месяц и зима и неожиданно для городских властей выпал снег он скомподавался в сугробы которые находятся на уютных когда-то летом дворовых лужайках и мешают проходу как жителей так и пока парковаться места на парковочных местах и естественно городские службы справятся с этим весьма плохо жители пишут на мосру но реакция происходит не всегда и и крайне редко его огромное количество жалоб мы получаем как депутаты на плохую уборку снега но как всегда помогает нам волшебство и это волшебное кодовое слово навальный которые жители пишут на сугробах и в результате этого сугробы исчезают как по мгновению волшебной палочки небольшой вам лайфхак значит как это сделать вы берете пластиковую бутылку наливаете туда смесь воды и зеленки закручиваете крышкой делаете шилом отверстие и примерно бутылки на полтора литра хватает на то чтобы сделать около 10 надписей поэтому помните что магия помогает и пользуйтесь ей для очистки своих дворов ну и конечно же не забывайте подписываться на наш канал тем не менее вот у меня здесь должен был быть счастливый билетик на 6 трамвай на штушинский но к сожалению его нет а не этого потому что внезапно городские власти решили провести ремонт трамвайных путей того самого шестого трамвая который начинает свой маршрут в братство заканчивать около станции метро сокол огромное количество жителей ездит на нем и в университет и на работу но последний раз шпалы меняли около четырех лет назад но почему-то понадобилось менять именно сейчас и мы разгадали технологию политическую почему это происходит в какой-то в какой-то момент значит можно было уже сделать эти шпалы и уложить эти пути буквально из этой зимой но специально тянется это до лета чтобы летом кандидаты от партии единая россия который мы тут уже неоднократно упоминали разрезали торжественно леночку но мы не дадим с вами это им сделать потому что ни одного голоса единой россии на ближайших выборах государственную думу уважаемые зрители уважаемые подписчики я думаю что все-таки шестой трамвай вернется в тушно потому что просто огромное количество людей кстати интересный еще факт недавно в район районной газете помощь северо-запад если не ошибаюсь опубликовали статью про то что в трамваях шестом маршруте заработали кнопки но это удивительно как может работать кнопки в том трамвае который не ходит забавно я тут еще добавлю по поводу технологии единой россии я помню на выборах государства думу вот текущего созыва у нас была ровно та же технология применена у нас там щелковское шоссе поехала ну видимо крышей или там головой не знаю и это значит торжественно открывал как раз таки действующий депутат от единой россии госдумовский антон жарков ничего страшного то что там по-прежнему бутылочная горушка и щелчок стоит просто намертво но ради выборов в общем то можно придумать все что угодно и можно помпезно открыть даже то к чему ты не имеешь отношения это очень грустно на самом деле и технологии такая конечно банально немножко про сугробы добавлю в нашем восточном административном округе ситуация тоже не лучше еще за таким проблемами столкнулись например нас переброска снега с реагентами причем переброска снега с реагентами осуществляется максимально цинично со словами официальных лиц в сми о том что ну а что снежок же чистенький землю напитает ну я не знаю видимо чиновник ни разу не выходил не видел каким образом выглядят все эти кучи сугробы что он там максимально засоленная и в чем-то умри все живое но вот предположение высказывали коллеги шнер на это для наших властей хорошо можно лишний раз списать деньги на то чтобы сказать ой все умерло давайте деревца новая посадим по миллиону деревьев десяток сотню тысячу газон закатаем рулонные а потом опять все снова здорово следующем году и я еще думаю что нам фамилии там навальный путин собянин не знаю кто угодно бондаренко надо будет писать не только на сугробах но и просто на асфальте там где лед не чистят вот небольшая такая картинка но тем не менее на меня возмутило пришел ко мне человек женщина прием несколько раз входила в губу жилищник и показывала рассказывал о том что около филиала поликлиники огромная корка льда при клинику ходят пожилые люди и люди которым тяжело придвигаться они постоянно чуть не падают губу жилищник никак не реагирует видите приходится эскалировать этот до ютуба до права до префектуры чтобы наконец убрали ситуация ненормальная но если не уберут значит будем писать вот известные фамилии но мы с вами уважаемые зрители понимаем что без вашей помощи без помощи москвичей эти проблемы не решить то есть мы вместе мы являемся наконечником копья вашего гнева вашей народной воли и поэтому вместе я думаю что мы победим с вами и лед и снег потому что обычно городским службам помогает их лучший союзник это отепель но к сожалению она бывает не всегда и зависит не от исполнительной власти а сейчас я думаю мы плавно переходим к ответу на вопросы которых как не говорит модератор накопилось немало мы с удовольствием на них ответим я начну наверное сейчас будет сейчас мы тут откроем еще раз прошу прощения за наверное нашу какую-то некую неловкость и нелепость но это все-таки у нас первый раз поэтому вопрос от главный вопрос что делать и как быть как быть законом и его исполнением но прежде всего мы понимаем что сейчас у нас близится выбор в госдуму они очень важны для существующей власти потому что именно только благодарим они могут остаться в том положении которыми находится сейчас и власть будет делать все для того чтобы закрутить гайки на максимум будут задерживать активистов за то что они просто вышли на улицу будут совершенно невыносимые условия содержания спецприемников московской городской думы будут лишать полномочий затыкать нам рты на себя будет делаться все для того чтобы голос правды и голос свободы сделать как можно тише что вы можете сделать прежде всего объединяться в рамках закона вы должны объединяться и доносить позицию правды до своих соседей вы должны записываться в наблюдателя на выборы но повторяюсь вы даже действовать жестко и четко только в рамках закона вот примерно что нужно делать в ближайшие полгода уважаемые подписчики я тут сейчас скорее зачитаю не вопрос комментарий хороший в москве 250 общежитий с 50 тысячами жильцов чьи заработаны тяжким трудом квартиры украденные начнут оценочные суждения что мэрии депутаты встречайтесь с мэром главой дг требуете переселения жителей в нормальное жилище ну собственно мы ровно это и делаем я например могу сказать что я как раз встречалась с главой дг и гамманом конечно спасибо ему за встречу но не спасибо за нерешение проблемы раз по вопросу общежития соколиной горы у меня при этом есть еще несколько кейсов на котором я работаю это общежитие на нижний первомайска там вообще катастрофическая ситуация когда люди живущие в жилых помещениях внезапно сказали что вы живете не жилых и решили продать их с молотка значит в рамках банкротства и деятельности конкурсного управляющего то дубининская 57 это общежитие бывшего завода уже тоже обанкротченного и эффективными в кавычках менеджерами предприятия красный суконщик людей тоже пытаются выкинуть на улице но вот к сожалению пока и мэрия сергей семейного дг они глухи к нашим обращениям естественно будем это все продолжать делать я еще раз вас призываю а объединяться в том числе вокруг жилищной проблемы сейчас у нас есть небольшой ролик на эту тему маленький вот такой сейчас комментарий случай соколиной горы случае выселения в общежитии он не единственный случай совершенно разных много но говорю их объединяет то что власть совершенно самоустраняется от проблем учитывая что вообще в москве и области людей которых выселяют из общежитий обманутых дольщиков тех людей кто столкнулся с беззаконием по жилищной теме насколько я знаю больше ста тысяч вот если их просто взять всех объединить и вывести на митинг мне кажется вопрос начнет сдвигаться с мертвой точки что касается попыток объединения на площадке московской городской думы в том числе на в рамках работы нашей фракции мы в принципе такую работу так или иначе пытаемся вести достаточно давно например наш украинский фракции николай зубрилин занимается вопросами и обмантов дольщиков и помощью людям которые пострадали от черных риэлторов другими жилищными вопросами вокруг нас тоже консолидируется уже некоторая группа защитников жилищных прав людей градозащитников просто я могу сказать давайте попробуем уважаемые жилищники люди жилищными проблемами обманутые дольщики и все о ком мы говорим пожалуйста пишите на почту которая сейчас появится на экране сейчас же у нас стране принят новый закон о всероссийской реновации и вот та история которая началась в москве она же будет распространяться по регионам в интернете есть уже ролики с разбором как это происходит в татарстане где людей выкидывает на улицу и говорят как раз берите ипотеку потому что вот люди сейчас вышли митинга там за навального вообще-то люди должны выходить на митинг вот против этого закона а всероссийской реновации и многих многих других продолжаем уважаемые зрители уважаемые подписчики и я думаю что очередь отвечать на вопрос пришла того самого евгения ступина спасибо друзья вот смотрю один из вопросов почему не работает статья 31 конституции право на свободу собраний но я думаю что в ответ следующий что она это это статья она у нас есть но она обложена настолько запретительными нормами федеральных законов и то есть теми которые ниже по статусу чем конституция что реализовать ее практически невозможно но даже там где допускается ее реализация тем не менее органы исполнительной власти всячески этому препятствуют например последний указ мэра не последний но указ мэра от 5 марта двадцатого года фактически он отменил 31 статью конституцию просто отменил просто запретил нам собираться и даже сейчас ну вроде бы ну что кпрф не не разрешить 23 февраля собраться но ежегодно это все проходит сейчас понятно будет марш немцова люди соберутся это уже я не знаю где когда это будет да ну ясно что люди каждый год собираются они все равно соберутся и и что их опять придут разгонять с дубинками зачем вот каждый год это мероприятие проходит и там но насколько мне известно никаких беспорядков не было также как на наших митингах нет они даже это уже боятся я это безумие какой-то но я думаю что знаю знаю знаете я не знаю либо во власти кто-то поймет либо не дай бог что произойдет потому что если постоянно затем затягивать резьбу она рано или поздно сорвется я думаю что у следующий вопрос интересный уважаемые депутаты вам не кажется что некоторые из принимающих решений о жестких действиях полиции на акциях и после них работают на запад задачи сделать действующей власть токсичной но интересный очень вопрос на самом деле ну действительно сложно ожидать каких-либо патриотичных действий ведь мы понимаем что большое количество депутатов государственной думы в исполнительной власти имеют недвижимость за границей их дети учатся за границей и капитала не имеют за границей поэтому я считаю что где ты видишь будущее своих детей вот в какой стране в интересах именно той стороны ты будешь принимать решение здесь поэтому я думаю что патриот надеюсь что все-таки решение в дальнейшем будут принимать патриотически настроенные граждане они люди которые не видят свое будущее не видит свое будущее будущее в этой стране вопрос про куркинский пруд это наверно как раз тебе твой избирательного курида куркинский пруд значит префект пашков хочет засыпать куркинский пруд и говорит что ой это пожарный пруд который появился после войны на самом деле это не так это пруд еще встречается на картах 18 века ну важен тут даже не пруд а земля вокруг него которая как оказалось была продана за по моему 6 тысяч рублей при кадастровой стоимости стоимость около 20 миллионов значит что вызвало лютое негодование местных жителей сейчас мы разбираемся с этим вопросом потому что как ну реально какие-то 90-е царят у нас куркина хотя вот наш президент коран конституции сказал что 90 у нас закончились но и с экранов мы постоянно видим но видно где-то еще остались заповедники вот надеемся такой заповедник мы закроем в куркина с помощью жителей и наших депутатских запросов наверное мы на сегодня будем потихоньку завершать и хотелось бы рассказать немножко наших планах на дальнейшем и планируем эти стримы сделать регулярными но сейчас прошу вас в комментариях написать какое вам время более удобно там 19 часов 20 часов какие вас пожелания к нам замечания к нам критические в том числе мы с удовольствием их прочитаем и соответственно постараемся учесть к следующем разуме вопросы будете задавать соответственно просим ставить лайки распространять это видео потому что кроме как на вас нам опереться не на кого вы понимаете суды прокуратура там все все это полиция все это работает на власть и только мы с вами вместе вот вы общество и мы депутаты избранные вами как-то вот в связке сможем возможно что-то изменить при нашей активной позиции спасибо огромное действительно подписывайтесь на канал ставьте лайки всего вам доброго пока и там вот и и